Каждый человек стремится упростить себе жизнь, этого отрицать нельзя. Мы покупаем кофе-машины, чтобы сэкономить время и деньги, умные чайники, колонки, в общем и целом Вы меня поняли. Это можно применить ко всему, что есть, даже до Майнкрафта. Люди создают специальные программы для того, чтобы упростить себе поиск нужных мест, биомов, лута и тому подобных вещей. Таких полезных ресурсов очень много, и каждый предлагает что-то свое уникальное. Сегодня я покажу Вам такие, и поверьте Вам они точно понадобится, если не сейчас, то в будущем. Ставь лайк и сохраняй это видео, чтобы не потерять вперёд открывать Майнкрафт по-новому! Скажу сразу всеми этими ресурсами, я пользуюсь сам, очень даже часто. Я прекрасно понимаю, что их намного больше, поэтому Вы не стесняйтесь и пишите мне свои прямо в комментариях. Только не вставляйте прямую ссылку, а то Ютуб посчитает это за спам и удалит Ваш комментарий. Как часто Вы строите в Майнкрафте сферические объекты? В игре, где всё состоит из кубов, очень сложно создавать круглые постройки. Нужно соблюдать все тонкости, и следить за тем, чтобы круг был правильной формы, в противном случае весь труд на смарку. Поэтому на помощь придёт один из самых деревнейших сайтов плотс.ко.uk. Этому сайту уже 11 лет, дизайн у него прямиком из нашего детства, но в то же время такой простой и понятный. Пользуются им все Майнкрафтеры по сей день. Если вкратце, это сайт, который покажет схематический вид нескольких построек. Например обсерватории, гигантского снеговика, башни Мага и Маяка, каждая из этих построек есть как в 3д, так и в 2д. Самое важное, что каждая из этих построек подвластна конфигурации. У снеговика и обсерватории можно изменить только размер самой постройки, но вот Маяк и башня Мага имеют куда большую конфигурацию. Можно увеличить диаметр, количество этажей, пропусков и ещё нескольких вещей, но всё это только дополнительный контент до самого главного. Первое. Сфера. Название говорит само за себя, можно создать сферу огромных размеров. Это просто мастхэв, если вы планируете создавать что-то огромное. Минимальный размер сферы 8 блоков, и выглядит это вот таким образом. А самый максимальный 256 блоков, и это нечто из ряда вон выходящего. Второе. Эллипсоид. Тут также всё настраивается до самых мелких деталей. Высота, ширина, глубина и так называемая аккуратность постройки. Чем она выше, тем эстетичнее будет выглядеть ваш эллипсоид. Третье. Тор. Нет, не тот бок грома и молнии, о котором вы подумали. Тор, это такая геометрическая фигура, получаемая вращением образующие окружности вокруг оси. Ай, короче. Бублик это. С дыркой. Можно откорректировать диаметр, толщину и ту самую аккуратность. Четвёртое. Эллипс. Самый обычный эллипс. В нём уже можно менять только глубину и ширину. Это очень старый сайт, но спустя столько лет, свою актуальность он к счастью не утратил. Любите ли вы создавать арты? Вот я люблю на них смотреть и вставлять их в рамку, но вот самому их создавать, это очень большая проблема. Во-первых, для меня было большим открытием, то что у карты есть так называемая глубина постройки. То есть, если построить какой-то арт на одном уровне, он будет пресным, обыденным и каким-то неестественным. Если кратко, выглядит не так как Вы его представляли. Вот пример. Это моё лицо, построенное на одном уровне, без использования ступенчатости. И вот с использованием этой же ступенчатости. В первом случае, всё выглядит тусклым, блеклым, каким-то неестественным. А вот во втором, всё ярко, пёсто и симпатично. Грубо говоря, это можно продемонстрировать вот этим мемом. Так вот, чтобы создавать очень красивые арты, с глубиной и всеми вытекающими, нам понадобится такой сайт, как MapArtCraft. Он совершенно бесплатный, и каждый желающий может им воспользоваться. Первым делом, можно взять и загрузить желаемый арт, который Вы хотите заполучить в Майнкрафте. Важное примечание, в Майнкрафте всё состоит из блоков, на всякий случай, вдруг Вы не знали этого. Соответственно, всё также разделено по квадратам. Карты тоже квадратные, поэтому учитывайте это. Старайтесь сохранить пропорции арта один к одному, или просто разделить его на несколько штук. После загрузки желаемой картинки, есть множество гибких настроек. Можно выбрать тип файла, это будет схематика, это файл. Выбрать версию игры, размер карты, как обрезать картинку, если она не сохраняет пропорции один к одному. Добавить сетку, ту самую ступенчатость, которая даёт глубину картинки, и делает её сочной. Какие блоки будут под самим артом, улучшить ли цвета самого арта. Если у Вас есть крайне много блоков, и Вам не жалко отдать для такого драгоценные блоки, то можно ставить. Также можно выбрать режим смешивания блоков. Каждый из них смешивает блоки по-своему, где-то лучше, где-то хуже. Вам нужно руководствоваться только Вашими же предпочтениями. Здесь даже есть возможность цветокоррекции Вашего арта. Самое главное, что у нас есть выбор блоков. По умолчанию Вы можете выбрать себе шаблоны. Их всего три. Все блоки, тут объяснять не нужно, название говорит само за себя. Коврики, вся постройка будет состоять из ковриков. Это очень дешёвый вариант, так как коврики можно дюпать в больших количествах. Но сразу скажу, что картинка будет выглядеть очень скудно и блекло. Оттенки серого. Тут тоже название говорит само за себя. Будут использованы все серые блоки. Если ни один из шаблонов Вам не подходит, Вы можете выбрать нужные блоки вручную. Все они рассортированы по своим оттенкам, и это очень удобно. Либо же можно отредактировать шаблоны. После выбора блоков, снизу будут показаны, какие блоки будут использованы и в каких количествах. В конечном итоге Вы можете посмотреть увеличенную копию предпросмотра Вашего арта, как в 2D, так и в 3D. Чтобы переместить всё это в Майнкрафт, достаточно скачать либо схематику и использовать мод, который может её прочитать, либо поместить постройку через сторонние программы. Первым делом, есть возможность скачать нужный скин. Вписываем никонейм желаемого игрока, и можно увидеть его скин в 3D, посмотреть как на нём смотрятся элитры, плащ или оптифайн плащ. Собственно можно скачать скин, либо сразу же нажать и установить этот скин себе. Снизу также расположены команды, чтобы можно было заполучить голову этого игрока себе в Майнкрафт. Если играете на старых версиях Майнкрафта, то можно открыть команды именно для этих версий. А если Вы играете в Майнкрафт Бедрок на мобильных устройствах, то для Вас есть QR-код, который можно отсканировать и сохранить на Ваше устройство скин. Кожная броня в Майнкрафте, это конечно не лучший вариант для защиты себя, и честно сказать, никто не использует её в качестве первой защиты. Намного проще, и главное быстрее, добыть себе железо и сделать железный сад брони, вместо того чтобы искать коров, лошадей, кроликов, убивать их, пытаться выбить нужное количество кожи. Но у неё есть отличная особенность, которой нет ни у одного вида брони, а именно покраска. Существует 5 миллионов 713 тысяч 438 вариантов покраски вашей брони. Попробовать сделать это самому вручную, дело не из приятных. Во-первых, есть полноценный колесо с выбором цвета и оттенка, даже кожаной конской брони. Во-вторых, если Вы делаете это в творческом режиме игры, то у Вас сразу предусмотрены специальные команды, для новых и устаревших версий. В-третьих, показаны сразу 5 рецептов с разным сходством, минимальные и максимальные. Всегда, почему-то показывают только на примере кожаной куртки, но применимо ко всем остальным элементам. Вам иногда хочется создать свой рецепт крафта в Майнкрафте. Возможно для того, чтобы удивить друзей, или наоборот только для себя, это тоже можно очень легко сделать. Есть вот такой специальный сайт, на котором можно создать себе нужный рецепт. На нём есть сетка крафта 3х3, с правой стороны есть все предметы и блоки. Не переживайте, что у некоторых присутствуют старые текстуры, всё это связано с тем, что свои рецепты можно добавлять, начиная с версии 1.12, но в 1.13 всю систему поменяли, в 1.12 используются моды, а в 1.13 привычные нам датапаки. После того, как Вы выбрали нужные блоки для рецепта, выбрали версию, скачиваете датапак к себе на компьютер, закидываете его в свою папку с миром, и вот, Ваш собственный рецепт крафта. Что Вы скажете насчёт фейерверков в Майнкрафте? Отличная вещь, мне нравится, и самое главное, это безопасно! Если конечно не запихивать фейерверк в арбалет, тогда это довольно опасное оружие, и может навредить не только Вам, но ещё и окружающим людям. Ситуация с фейерверками такая же как и с покраской кожаной брони. Но если покраска кожаной брони ограничивает сама возможность Майнкрафта, ибо нет столько цветов, то для фейерверков такой проблемы нет, поэтому количество различных вариаций их создания, это 2 умноженное на 10 в 136 степени, поверьте, это крайне много. Поэтому на сайте есть возможность также сгенерировать себе нужный фейерверк. Выбрать главный и альтернативный цвет, можно даже несколько штук, затем выбрать форму взрыва, к сожалению самим Майнкрафтам не разрешено выбрать несколько, после этого выбрать эффекты, их сразу два можно выбрать, а затем дальность полёта. В конечном итоге мы получаем специальную команду, которую нужно вставить в командный блок и активировать его, тогда нам в инвентарь попадёт фейерверк с заданными нами же параметрами. Ещё отличная штука для того, чтобы создать свои карты или так же само удивить своих друзей, это генератор таблицы дропа. Дело в том, что у каждого моба или сундука в Майнкрафте есть своя таблица дропа. Это такой условный список всех предметов и блоков с тонкими параметрами количества, шансовыпадения, зачарования и тому подобных вещей. Для начала нужно выбрать тип нашей таблицы, сундук, моб или рыбалка, затем потихоньку можете прописывать нужные предметы, в разделе функции можно прописать количество предметов или блоков, а в кондиции шансы их появления. Есть ещё бонус, но он относится к мобам и рыбалке. Можно также выбрать количество предметов в стаке, ещё много различных опций, которые относятся к разным типам таблицы дропа, так что внимательно следите за каждым из них. Добавить можно сколько угодно предметов и блоков, всё на ваше усмотрение. Только сами понимаете, максимально возможное количество 27 слотов в сундуке. Так что внимательно выбирайте ещё и вес вещей. Как только решились, прижимаете скачать, получаете джейсон файл, его нужно закинуть в датапак. Позже прописываете вашу команду и получаете желаемый результат. Маяк в Майнкрафте очень важная вещь. Она помогает сделать нашу жизнь в Майнкрафте намного приятнее и проще. Всякие эффекты на ускорение, защиту, регенерацию, можно вообще сойти с ума и поставить сразу несколько маяков, дабы получить все эффекты. Одной из особенностей маяка является его луч, который бьёт наверх аж на 1084 блока. А если поставить прорисовку в 16 чанков, то видно его будет аж за 1342 блока. Луч можно также покрасить, и у него есть 12 326 391 вариант цвета в Майнкрафте. Согласитесь, вручную тоже будет довольно сложно вывести этот цвет. Для этого тоже есть своя функция. То же самое колесико с выбором цвета и оттенка. После же нам показывают три разных варианта с максимально приближенной схожестью. Призыв мобов неотъемлемая часть каких-либо карт или видео. Мне приходится пользоваться этим очень часто. Для этого действия тоже есть множество сайтов. Например, вот тут есть три типа. Призыв моб, создание яйца призыва и создание спавнера мобов. Выбираем какого моба мы хотим призвать, пусть это будет крипер, и у него есть своя скажем так конфигурация. Скажу сразу, некоторые настройки у мобов могут быть индивидуальными. Как вот у крипера есть пункт, заряжен он или нет. Так что на это тоже обращайте внимание. Не хочу рассказывать про каждый пункт в меню, сайт на русском языке, и по сути всё интуитивно понятно. Но больше всего мне понравилась возможность прямо здесь добавить ему таблицу лута, про которую я рассказывал Вам пару минут назад. Можно её создать на этом же сайте, и прописать её название прямо в отдельном пункте. Тогда при спавне моб будет сразу подтягивать нужную ему таблицу лута. Создание книги в Майнкрафте это очень сложный и муторный процесс. В ней очень мало нужного функционала, который помог бы при редактировании книги. Я понять не могу почему разработчики не добавят особый стол писателя, или например добавят функционал к кафедре. Так много вопросов, и так мало ответов. Но решение тоже есть. Вот такой редактор книг в Майнкрафте. У него не очень большой функционал, но всё равно это упрощает сознание. К примеру можно добавить стиль текста. Курсив, жирный, подчёркнутый, перечёркнутый, вставить специальный символ, выбрать цвет текста даже конкретного слова. А как насчёт гиперссылки, которая например войдёт на Ваш канал или соцсеть. Советую Вам самим разобраться. После же можно дать название книги, автора, описание и выбрать тип копии, что очень важно. После сгенерируется специальная команда, которую нужно вставить в командный блок, и получается полноценная книга. Напоследок покажу Вам ещё один сайт, который имеет много функционала, но конкретно мне давным-давно понравился только генератор аватаров. Всё максимально просто. Выбираете нужный Вам скин, а точнее ник на котором есть скин, нажимаете сгенерировать аватар, и Вам показывают три разных аватара. Лицо, бюст и кубическую голову. Каждый из этих трёх аватаров можно бесплатно скачать и использовать где угодно. Поэтому на сайте тоже предусмотрена такая возможность. Поверьте, подобных сайтов очень много. Даже для каждой функции, которую я Вам сегодня показал, можно найти по 10 альтернативных сайтов, с тем же функционалом, а быть может ещё лучше. Но показал я Вам сайты, которые сам действительно использую в повседневной жизни, и которые мне упрощают геймплей или запись роликов, думаю они Вам точно пригодятся. Так что поставьте лайк, и напишите каким из этих сайтов Вы уже пользовались. Не забудьте подписаться, и два раза нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видеороликов. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому, ещё услышимся!